Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана. И вот главная тема этого выпуска. Пожары, отравления, наводнения. 2020-й цифрами МЧС. Без лицензии ножей, кинжалы, клинки. В Акушинском районе нелегально работал цех по изготовлению холодного оружия. Региональный оператор по вывозу мусора определен. В Махачкале и Дзербенте начнется генеральная уборка. Об этом через несколько минут. Пожары, отравления, наводнения и оползни. 2020-й год для сотрудников МЧС выдался нелегким. В течение этого времени спасено тысячи жизней. Подробности расскажет Патимат Ханапова. Они прошли в прямом смысле огонь и воду. Стабильно, напряженно. Такова ежедневная работа дагестанских спасателей. Исключением не стал и 2020-й год. Так, в республике зарегистрировано более трех тысяч пожаров. В результате погибли 28 человек. Но, к счастью, спасти удалось больше. Более 300 жизней. Очередной крик души для наших граждан. Приведите в порядок все свои электроприборы. Замените старые розетки. Если вы видите, что там какое-то искрение идет, что там поврежден корпус данной розетки, что там слабые контакты и так далее. Не перегружайте электросеть. В МЧС Дагестана обеспокоены ростом количества отравлений угарным газом. Так, за год отмечено около 50 случаев. По словам главы ведомства, большие усилия в этом году были направлены и на обеспечение безопасности населения от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как отмечает Нариман Казимагомедов, спасатели полностью выполнили поставленные перед ними задачи. В продолжающихся условиях силы следствия республиканской системы РЧС поставили задачу, чем расправились. В прошедшем году активизировались экзогенные процессы на территории Республики Дагестан. Особенно пристанное внимание уделено. В продолжающихся результаты на территории Рокурского района, это прибытие комиссии Москвы, занимались вопросами в Универском районе и в Борне-Махачкала. Был оценен и большой вклад сотрудников МЧС в борьбе против коронавируса. Именно они дезинфицировали сотни значимых объектов. От торговых центров до аэропорта и вокзалов. Патиман Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. Уголовное дело по факту сброса канализационных отходов в Каспийское море возбуждено в Дагестане. Об этом сообщает Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Сбросы были обнаружены в районе судоремонтного завода по улице Нефтегавань Махачкалы. Токсичные отходы поступали в открытый водоем через бетонные трубы. Ведомственная проверка показала, что в системе есть нефункционирующие очистные сооружения, через которые канализация попадала прямо в море. Ущерб, нанесенный Каспийскому морю, ценят более чем в 21 миллион рублей. Прокуратуре предстоит разобраться, по чьей вине был допущен сброс. В Автобасаранском районе автомобиль упал в обрыв высотой 25 метров. Водитель от полученных травм скончался на месте. ДТП произошло на 11-м километре автодороги Хучник-Кюряк. По данным МВД, 72-летний местный житель не справился с управлением и допустил опрокидывание. Цех по изготовлению ножей обнаружили правоохранители у жителей Акушинского района. В ходе проведения обыска в доме фигуранта изъяли инструменты, оборудование и приспособления для ковки железа. Также кинжал и нож самодельного производства. По заключению экспертов, найденные ножи являются холодным оружием. На изготовление подобных изделий требуется соответствующая лицензия. По словам задержанного, изъятое предназначалось для личного использования. Сотрудники полиции проверяют достоверность показаний. Возбуждено уголовное дело по статье 223 «Незаконное изготовление оружия». В Махачкале и Дербенте определены организации для сбора мусора. Это бюджетная организация «Махачкала-1» и «Горсервис». Об этом на сессии Народного собрания республики сообщил в РИО зампредседателя правительства Владимир Лемешко. Организации обозначены в качестве региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на один год. У них имеется личная лицензия, сейчас мы предпринимаем меры для ее расширения, для того, чтобы с 1 февраля, то есть с понедельника, они заявились в республиканскую службу по тарифам для получения тарифов на расширение своей деятельности. Нормативные сроки рассмотрения на тарифных заявок за двух месяцев, но мы максимальный срок в течение двух недель эти расчеты осуществим. В Дагестанском художественном училище открылась персональная выставка художника-графика Исхака Исхакова под названием «Место силы». В экспозицию выставки вошли как работы прошлых лет, посвященные его малой родине, так и портреты дорогих авторов людей. Подробнее расскажет Алина Багилова. Исхак Исхаков родом из села Тадмагитль. Здесь его корни, его место силы. И действительно, глядя на картины художника, в горский колорит можно влюбиться, даже если вы там не были ни разу. Своё родное село – это самая большая страсть художника. В родине он всегда находит прелести и очарование. По большому счёту, это о наших корнях, о нашем горном Дагестане, о наших сёлах, о том источнике, откуда мы выходим, откуда мы отталкиваемся и идём по жизни дальше. Что мы несем по жизни с собой дальше. Много лет Исхаков занимался живописью, писал и рисовал с натуры, а также принимал участие в коллективных выставках. Признаётся, что по-настоящему раскрыл свой талант графикой не так давно. Благодаря таким художникам, как Исхак, мы имеем вот такое наследие, да, то есть память предков, она сохраняется хотя бы в рисунках. Его картина – это не просто натурный материал, он каждую из них прочувствовал, пропустил через память, ум и сердце. Алина Вагилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. К сентябрю Минобороны России построят в Дагестане 59 школ и детских садов. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочего совещания в Махачкале. Данный проект будет реализован в рамках национальной программы «Демография» и государственной программы «Развитие образования». И немного о спорте. Дагестанский спортсмен Альберт Батыргазиев проведёт поединок в профессиональном боксе. Он выступит 29 января на турнире «Вечер бокса» в Москве. Его соперником станет боксёр из Южной Африки Сибусио Зингаги. Батыргазиев является чемпионом в UBA Азия во втором полулёгком весе. На профессиональном ринге он провёл два поединка, в которых одержал победу нокаутом. У его соперника 14 побед, 3 поражения и 2 ничьи. Напомним, что в ноябре прошлого года наш спортсмен выиграл в третий раз чемпионат России. Его рекорд в любительском боксе – 44 победы и 3 поражения. Определились победители Хасавюртовской высшей футбольной лиги. В турнире приняли участие 16 команд из разных муниципалитетов района. Церемония закрытия состоялась во Дворце культуры «Спартак» в Хасавюрте. По итогам лиги, набрав 42 очка в 15 матчах, первое место с отрывом всего в 2 очка заняла команда «Келетри». Второе место досталось футбольной команде «Новососитли», а третье – «Катани». Победителей и призёров наградили кубками, медалями и денежными сертификатами. Помимо этого, лучших игроков лиги организаторы поощрили индивидуальными наградами. Когда у молодёжи есть чем заниматься, когда у молодёжи есть досуд, и на вашем примере, на примере участников этого турнира вырастает достойное и вырастет достойное такое наше здоровое поколение. На торжественном вечере футболистов поздравили представителя Муфтеата региона, администрации города, Министерства по делам молодёжи. В завершение мероприятия состоялся праздничный концерт. Это всё, о чём мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.